Я Валентин Томашевский, приветствую вас, у тебя на канале. На сайте HillHates в данный момент в открытой бете для всех членов, независимо от того, платная или бесплатная, появился Rate Optimizer, программа, которая позволяет вам подбирать шмот. Более-менее очень красиво она работает в данный момент, мне нравится. Первым делом, что нам надо, если мы хотим это дело использовать, это жмем Мембершип, не выбираем ничего, а просто прямо в него. Крутим вниз, выбираем тарифный план. Естественно, вас устроит план бесплатный, подписывайтесь на это дело и запоминайте логин, пароль. После этого вам будет доступно в меню Мембершип Rate Optimizer Beta. Жмем сюда, и первым, что нам надо будет нажать, это Artifact Extractor Application. То есть нам нужно будет получить программу, которая извлечет все наши артефакты из памяти игры. Ну и естественно, понятно, что это работает только на виндошное приложение. Жмем артефакт экстрактор, нам скачивается тут уже 548-й zip. Распаковываем его и запускаем экзешник. Вы увидите вот такое окошечко, попросит логин, пароль. Логин, пароль только что вы запомнили, записали. Вводите свой логин, пароль от сайта, не от игры. И у вас появляется кнопочка Upload to Website. Если у вас в этот момент загружена игра, как у меня, к примеру, с моим робором, который для опыта у меня тут отсутствует у него шлем и перчатки. Вот, жмем Upload to Website. И мы открываем, собственно, страничку опять с этим с оптимайзером. Однако уже у нас загружены все данные. Здесь мы видим теперь всех своих героев. Видим все свои артефакты. Можем их фильтровать. Начнем по очереди с героев. По-английски это чемпионы. И, соответственно, что мы можем по имени сразу быстро искать. Допустим, нас интересует робор. Пишем роб. И остается робор. Допустим, если бы осталось только роту, и ротос бы подошел, и фросткинг, дроггул. То есть все, что имеет ро. Поэтому либо вы первую букву, либо это самое там. Помните, что у него бар. С учетом того, что это надо будет героев вам использовать на английском языке, то это полезная вещь. Либо просто смотрим на картинки. Героев показывает и в хранилище, и, собственно, те, которые у вас в основном списке. Дальше вот здесь есть замочек. Сразу можно про него рассказать. Если вы, допустим, ваш герой участвует в клановых битвах. Участвует где-то в арене очень большой скорости. Ему второй набор скорости уже такой не собрать. Мы его включаем в замочек и не трогаем таким образом. Все остальные замочки ставить не буду, расскажу дальше. То есть те герои, которые залочены, их предметы не будут участвовать в выборе артефактов. То есть мы подбираем артефакты для робора. Соответственно, будут смотреться артефакты на всех героях. Кроме тех, на которых есть замочки. Либо, может, только те, которые вообще не одеты ни на ком. Ну и чтобы лучше этим пользоваться, есть кнопка статус. Вы можете сразу увидеть, какие у вас герои залочены, какие не залочены. Я сейчас в данный момент показал всех, потому как, ну да, вы понимаете, героев много обычно. Вот можно туда далеко листать. И информация о том, какие герои залочены, сохранится у вас даже в следующую сессию. То есть это где-то здесь в куках будет локально у вас сохраняться или где. Еще хрен его знает. Не суть. И, соответственно, когда вы в следующий раз зайдете и опять загрузите своих героев, то эти замочки нажимать не надо будет. Они останутся прежние. И что касательно артефактов. Допустим, вот наши артефакты. Целая куча их всех. Здесь есть интересные, допустим, это фильтры. Мы можем отсортировать, к примеру, по скорости. То есть редкая вещь. Естественно, что вначале там будут шмотки, ботинки. Вот. Однако, в конце концов, они кончатся. И вы увидите, допустим, свои самые быстрые. У меня, по-моему, перчатки там самые быстрые, мне кажется. Покажите. То есть у меня нет какого-то там быстрого шмота. Ну вот, 25 скоростью. У меня есть и щит, и оружие, оказывается. Самому прям интересно, 24. Ну, это так. Больше из разряда любопытного. Пока не знаю. Итак, погнали одевать нашего робора. Робор, если помните, нет у него в слоте оружия ничего. Ничего в слоте перчаток. Ну, и если мы будем искать среди предметов оглушения, то неплохо бы эти предметы немножко качнуть. Потому что игра вам не предскажет, насколько он прокачается. Соответственно, на плюс 8, на плюс 12, как-то так надо их качать. Потому что вы, допустим, на предмете, вот на этом, допустим, если мы его оденем плюс 8, тут будет 12 крит-шанса. И мы соберем таким образом, что у нас будет 100% крит-шанса. А потом мы его еще апнем до плюс 12 до плюс 16. И неизвестно, сколько раз прокнет крит-шанс. И окажется, придется все полностью пересобирать. Поэтому лучше предметы, которые нормальные, апайте до упора. Или хотя бы до плюс 12. Итак, жмем кнопочку Optimize Artefacts. Здесь есть целая куча пресетов. Допустим, Unkillable, если вы выбираете. Apply. Старые сбрасываются, новые остаются. Итак, здесь все остается, видите. То есть, крит-шанс минимум 50, крит-дамэдж минимум 100. Расставляется важность. Плюс 4, плюс 5, плюс 4, плюс 2 на атаку. И скорость 216. То есть, это скорость именно для... Людоеда в Unkill. Но вы свою скорость можете выставить... Ой, где статы? Скорость можете выставить свою сами. То есть, какая вам там нужна. Допустим, там 240. 40, 7, 251. И когда будет ролиться, то, соответственно, выберется именно такие эти параметры. Ну, это пресет вообще разбираем. Сбросим все настройки. Пресеты пока не будем трогать. Пойдем, собственно, в стации. Нас интересуют сразу стации, которые будут на роборе. У нас есть слайды. Допустим, нас интересует скорость. Потому что он дебайфер в первую очередь. И мы видим, что от 0 до плюс 16 есть скорость. Плюс 16, это значит, что вы везде в каждый слот должны будете засунуть шмот, который прокнул минимум 3 раза. То есть, это очень крутая скорость. Там будет какая-то максимальная скорость. Пытаться надеть. На вашего героя. Поэтому будьте скромнее. Либо, если вы хотите просто максимум выставиться. Обычно здоровье, защита и атака требуют всего лишь 2-4 значения. Либо можете вообще не выставлять. Если не хотите чего-то кардинально тут изменить. Скорость 100-200. Это соответствует значениям от 1 до 6. Скорость 200-300 от 7 до 12. И собственно мы где-то на 7, наверное, и оставим скорость. Ну и плюс 16, а скорость 300+. Крит шанс 4-8 это чтобы выбить 100%. Крит урон тоже редко имеет смысл поднимать больше плюс 8. Меткость. Меткость 4-8 это... Экьюресия это меткость. Это в районе 200. Соответственно меткость составляем где-то 4. Особо не загоняемся. Дальше нас интересует Set. Это комплекты. Нас интересует комплект оглушения. Это Stand по-английски. И все остальные, любые, дополнительно пойдет. Все. Фильтры пока никакие не используем. Жмем оптимизации. Жмем старт. И внизу здесь время идет. То есть уже какие-то варианты есть подобраны. В течение пока это время пройдет. Перебираются все остальные варианты. Обычно там уже редко что-нибудь находится. Соответственно можно нажать паузу. Либо можно подождать все-таки это время. Подождем. Все. Варианты перебраны. Мы видим что у нас допустим есть вариант 3.5 тысячи атаки. 1600 защиты. 214 скорости. 100 крит рейд. 140 крит дэмэдж. Там особо нету таких предметов, чтобы таким образом одеваться. И дальше что мы видим? Что у нас снято с героев. С Василиска. На Василиска я хочу сделать обзор. И соответственно мне Василиска нужен. Не хочу с Василиска снимать. Мы должны будем Василиска исключить из наших списков. Мы сделаем немножко по-другому. Мы жмем фильтр. И вот здесь есть включить. Экипированные артефакты. Уберем этот флажок. И таким образом не включим артефакты. Очищаем. И заново стартуем. Сейчас конечно такие результаты не будут. Будут результаты похуже. Ждем до конца, когда поищут. Вот есть какой-то результат. Однако скорость 185 совсем не впечатляет. Видно, что предметы у нас плюс 8, плюс 8, плюс 12, плюс 16. То есть один только предмет. Шапку оставили, что на нем было. С ювелиркой пока тут в игре не очень хорошо. В оптимизаторе вернее в этом. Ювелирку нужно проверять, что он предлагает. И соответственно, то есть вот такая у нас скорость получается. Но хотелось бы скорость побольше. Может можно как-то найти комплект какой-то или что. Идем в статы и пишем ему насильно. Минимум 215, дружище. Максимум 250. Что ты на это ответишь? Сбрасываем и жмем поиск. А на это он отвечает. Ну ждем, сейчас время пойдет до конца. Что нет таких вариантов. Вот есть такой вариант, к примеру. Опять тот же самый, что мы видели. И максимальная скорость, что можно, это 185. Ну это потому, что у меня там предмет, который не одеты, они не прокачаны. И поэтому из непрокачанных предметов собрать 200 скорости плюс, ну тяжело. Соответственно, какую здесь цифру не пиши, чудес не будет, без шмота не появится волшебный какой-то предмет. Сбросим и покажем еще другой вариант. Мы имеем, допустим, несколько сильных предметов на героя. То есть смотрим на робора. У него идеальная, к примеру, шапка. Нам очень нравится эта шапка. Мы знаем, что мы будем ее оставлять. Тогда мы идем в слоты. И будем выбирать все предметы, кроме шапки. Шлем мы не будем трогать. Ну и также касательно остальных предметов. В частности, ювелирку мы сейчас выключим здесь. После этого опять идем в статы. Выбираем, что там нам надо. Скорость 4 и меткость 3. А, еще крит шанс где-то тоже. Я забыл, сколько 4 надо. 3 оставим. Жмем оптимайз. И у нас появились варианты. То есть я попросил на этот раз меньше. Чего там мы меньше крутили. Крит рейд, крит дэмэдж, меткости. Короче, у нас другие варианты есть. Защиты меньше. Атаки меньше. Но скорость больше. Во что это у нас вылилось? Вот такие варианты у нас появились. Теперь. Понятно откуда этот вариант. Это ошибка. Потому что я не задал сет. Ищем с комплектом оглушения. Да, вот возвращаемся. Скорость 176. 100, 159, 320. То есть единственный вариант. Ну и вот наша шапка та, которая была на нас. Она и остается. То есть не трогает ее. Только подыскивал 5 предметов. Перебирал. Ну и соответственно значительно быстрее варианты. Ищет. Натеваем предметы на робора. И сверяем совпадает ли и что не совпадает. То есть мы видим здоровье совпадает. 37, 465. Атака 26, 98. Однако тут 28, 14. Что это такое? Максимальный возможный бонус артефакта. То есть артефакт атака 104. Но когда мы будем его улучшать. Она станет 225. Это уже точно известно. Мы не знаем какие будут дополнительные параметры. Но то что атака будет 225, а не 104. Это известно. И именно эту цифру в расчетах использует эта утилитка. Таким образом защита тоже у нас 1316. Но будет 1411, когда мы щит 16 апнем. Скорость 176. Никуда не девается. Такая же и здесь 176. Шоп ты тут не апнул. Скорость такая останется. Крит шанс 97%. Тоже не изменится. Крит урон 159. Тоже не изменится. Все что за крит урон отвечает. Плюс 16. А меткость 279. А будет 328 после того, как мы тушку на меткость апнем до максимума. В данный момент она 47. Будет 96. Апнул все до плюс 16. Таким образом из робора сделал человека. Теперь мы видим, что скорости не хватает все равно. Но со временем разден у кого-нибудь тогда и получше. Либо пойдем у лавового рыцаря постращая. Пока вот такой. И все. Парень побежал уже. Да. Автокомбат ему до сих пор не поправили. Вернее поправили, но не в ту сторону. Он сейчас сначала бьет, а потом накладывает разлом. Ну. Вот такое. Себе. От плариума искусственный интеллект. Но, однако, мы тут не об этом рассматриваем. Надеюсь, что понятно было, как вся эта фигня работает. Если вы сделали изменения в игре, прокачали какие-то предметы, что-нибудь, и вам нужно это дело обновить, чтобы на сайте оно появилось. Переключаемся на эту утилитку назад и жмем upload to website. То есть, помните нашего робора, какие у него были параметры. Не там, ну ладно, пусть будет тут. Обновились параметры, опять приходим к герою, смотрим робора. И видим уже робор у нас с новыми параметрами, с новым шмотом, который одет. И, соответственно, вот такой товарищ. Ну, оптимизировать мы его уже не будем. То есть, я просто показал нюанс, чтобы понять, как обновить. То есть, upload to website. Здесь тоже есть обновить, но оно пока, это не то обновить. В общем, что нам надо. Эти не те дроиды. На этом все, друзья. Если что, задавайте вопросы, еще будем освещать. Всем удачи, пока-пока.